Пять чаш для плавания, гидроканал, спортивные залы. Наш президент открыл новый бассейн в Минске. Есть в Беларуси добрая традиция открывать новые объекты к праздникам. Вот и сейчас, накануне 7 ноября, в Минске заработал один из самых масштабных проектов. Пробедите однократный паралимпийский чемпион по плаванию Игорь Бокин, браузовый призер Олимпийских игр по современному пятигорию Анастасия Прокоренко. Китайская Народная Республика серьезно вложилась. Более того, я не хочу забегать наперед. Это бесплатная техническая помощь. Они готовы нам помочь еще в нескольких таких мощных социальных объектах за свой счет. Поэтому мы в долгу перед этим человеком и перед великим китайским народом. Символический ключ из рук главы государства получили титулованные белорусские спортсмены. И, конечно, вместе с ним пожелания дальнейших побед. Большое спасибо нашему президенту за такой спортивный комплекс. Один из самых лучших в мире. Я в похожем был, только в одном бассейне видел. Но и то он уже получается хуже, чем тот, что мы сейчас имеем. Для всех спортсменов всех видов спорта, плавательных я имею в виду, это разгрузит их. Больше возможностей для тренировок, больше времени, больше места. Здесь поместятся все. Я впечатление детей представляю, когда они приходят на такие арены. И такие думают, боже, как так? Столько людей можно поместить, столько трибун. Мы где? Это бассейн вообще? Все-таки плавание этого заслужило. Синхронное плавание заслужило. В современной петербурге тоже там плавание входит. Мы тоже стараемся. Каждый, каждый друг другу помогает. Мы как одна большая семья. И этот бассейн еще больше сплотит, как большой дом такой. Новый бассейн международного стандарта в Минске открыт. И честно, он просто поражает. Объект получился действительно уникальным. Его площадь более 40 тысяч квадратных метров, высота около 30 метров. Зрительный зал с трибунами рассчитан на 6 тысяч посадочных мест. Бассейн соответствует требованиям и стандартам Международной Федерации плавания. Впрочем, он открыт для всех желающих. Здесь он в первую очередь для организации учебно-тренировочного процесса для спортсменов разных возрастов. И сегодня уже с 8 ноября, фактически с послезавтра, мы этот процесс здесь организуем и наладим. Он будет проводиться. Но в перспективе мы будем его использовать в том числе и как и для людей. Чтобы было возможно, где-то с 1 января ориентировочно мы будем запускать сюда группы и оздоровительного, и обучению плавать. Плавание такого уникального у нас объекта в стране нет. В комплексе запланированы спортивные залы, спа-зона, кафе и ресторан с европейской и китайской кухней. Предполагается, что спортивный комплекс смогут посещать до 5 тысяч человек в день. Все бассейны наши, которые центральные бассейны, они предназначены для проведения по всем видам спорта международных соревнований. Они оборудуются, трансформируются. Значит, 50-метровый бассейн может трансформироваться в два 25-метровых бассейна. В общем-то, они оборудованы подводными камерами. 20 камер, которые стоят над ней, они обязаны снимать, когда проходит синхронное плавание, когда плавание. У нас есть восстановительный центр, женская и мужская половина. Есть гидрокабинет, скажем так, для восстановления. У каждой национальной команды есть массажный кабинет. Есть возможность отдохнуть, вплоть до того, что можно даже в капсулу лежа постелить предусмотренные матрасы. Если у тебя долгое время до следующего заплыва, можно прямо здесь отдохнуть. Наши белорусские спортсмены одними из первых опробовали водичку. Как впечатления? Впечатления отличные. Все очень нравится, бассейн красивый. Отличается ли как-то от привычной тренировки вашей? Ну, конечно. Во-первых, сегодня очень ответственный день, важное мероприятие. Нужно показать красивое выступление. Бассейн тоже прекрасный, просто очень большой, как на международных соревнованиях. Изюминка этого комплекса – гидроканал. Он работает на сопротивление атаких в мире единицы. Может применяться как для тренировок, так и для реабилитации. На самом деле, давно не соревнования в таких больших бассейнах, потому что в таких обычно проходит только чем-то мира, Европа и главный старт четырехлетия. А все остальные соревнования проходят в более скромных бассейнах. То есть, там две есть чаши, одна, вторая небольшая, и этого достаточно. Очень хочется, чтобы дома прошли крупные соревнования, чтобы была своя трибуна, свои болельщики. Это нереально заряжает. Ты пытаешься заряжаться от чужих болельщиков, представляешь, что это свои. Но, мне кажется, свои – это, конечно, другой уровень. Конечно, хотел бы это попробовать, испытать. Напомним, по этому же проекту в Минске возводится национальный футбольный стадион. Строительство таких масштабных спортивных объектов международного класса – это результат личной договоренности президента Беларуси с председателем Китайской Народной Республики. Каролина Прокофьева, Павел Мешкуть, агентство Минск Новости.